Здравствуйте! Продолжаю показывать вам обшивки кабошонов. И в этот раз это не кабошоны, а такие пуговицы-кнопки. Есть такие украшения, у которых можно менять кнопки всякие. И вот я купила такие кнопочки. Они выглядят как пуговички, вот такие вот цветочки там. И обшила это как кабошон. Просто надо было откусить ножку у этой кнопки. И вот такой кабошончик получился. Так как он такой медовый весь, я сюда вот так прикрепила подвесочку пчелку. Здесь вот видите, я вышла из одной бисеринки, прошла через пчелку. Бусинка 2 мм, 3 мм, 2 мм. Вот здесь вот у меня бисер такой серебряный, как обшивала. И назад также прошла и зашла в соседнюю бисеринку. То же самое сделала симметрично с другой стороны. Получилась такая подвесочка для пчелки. Прикрепила я эту подвесочку на два шнура. Еще не закончила вот здесь делать прикреп какой-то, потому что я не знаю размера. Но получилась вот такая подвесочка с пчелкой. Пчелка один из символов нового еврейского года. Но это такое отступление. Хочу вам показать более серьезное украшение. Сейчас я его разберу, чтобы интригу поддержать. Покажу только часть его. Я сделала две брошки. Две брошки вот такие, чтобы они крепились. Их еще надо правильно вот так выставить, чтобы они правильно были. И тогда у вас получится вот они ровненько лежат. Видите, такие парные броши. Можно их носить с двух сторон от рубашки. Можно надеть на пиджак. Одну выше, одну ниже. Закрепила я. Это броши. Да, одинаково я их вышила. Это пуговицы были такие на ножки. Вот так. Одну ножку я совсем срезала, и поэтому задничек у нее плоский. А одну ножку я поставила просто картонку такую сделала, и задничек немножко толстенький получился. Но это мои эксперименты, как все-таки эти ножки закреплять. Обшила я их. Очень красивые такие пуговки. Есть такие пуговки с бабочками. Вот я купила с розочками. И сделала две петельки. Сначала хотела сделать одну петельку, а потом решила сделаю все-таки две, на всякий случай. И вот что у меня получилось. Тут я вывела. В конце я сделала на колотах. Все. Вот на таких колотах эти жемчужинки повесила. Жемчужные такие штучки. Здесь эти колоты прикрепила на маленьких колечках к колечку. А здесь я на колечко одела вот такой карабинчик. И можно все это вытащить аккуратненько. Если нажать на карабинчик, вот так с этой стороны он нажимается. Но у меня воспаление как раз сейчас этого вот здесь. И мне очень тяжело нажимать все. Вот. И получается брошь вот такая вот с такой длинными-длинными тремя подвесками. Тоже очень красиво. Можно подвесить ее под воротничок рубашки. Или даже так на бок пиджака. И будут такие вот три хвоста висеть. Видите, как я их сделала? Один без золотых бусинок, а два вот такими золотыми бусинками. Тут еще с краю вот такие маленькие колечки. Можно и на них что-то подвесить. Там всякие какие-нибудь штучки. И вот такое вот получается. Такая одна брошь. А вторая брошь получается вот простая. Можно сюда подвесить там тоже что-то маленькое совсем. У нее очень хороший такой карабинчик хорошего качества. Такой замочек. И вот так получается. Это одно одно украшение. Только единственное что? Надо правильно одевать их. Вот знаете, вот надо вот от длинного к среднему короткому. Иначе будут перекручиваться эти линии. Эти линии подвеса. Да? Надо вот их правильно очередность соблюдать, когда их одеваете. Сюда можно их носить и как эпалет. Например, одну возле шеи, а одну вот с краю плеча повесить. И будет такой эпалет свисающий у вас на плече. Тоже очень красиво будет смотреться. Такой эпалет. Можно на сумку одеть. Украсить сумочку какую-то. В общем, много применений вот этим двум брошьем с такими вот прикрепленными штучками. Но это еще не все. Так как я сделала здесь петельки. Я взяла две алюминиевые цепочки. И на замочках хорошего качества нержавейки просто можно вот так вот прикрепить. Вот так прикрепить. И будет вам вот такое украшение. Но это надо будет следить. Можно, конечно, эти вот эти брошечки и заколоть где-то, чтобы это украшение было вот так. А можно эти брошки заколоть и сделать, чтобы вот прям вот так все спадало. В общем, очень много вариантов. Можно одну брошь вот отцепить. Вот эту. И зацепить вот эти все три колечка за колечко вот это. И тогда у вас получится украшение с одной брошью как бы. Сейчас покажу еще так. Вот так и вот так. И тогда будет вот такое украшение. Вот так оно будет падать. Можно убрать эту подставку. Вот такое будет украшение. Здесь будет вот эти три штучки. Вот так. А здесь вот цепочка. Правда, эти три штучки, они разной длины. Можно зацепить, например, только за самую длинную. За самую длинную. А остальные пусть вот так болтаются. Тоже может быть. В общем, здесь по-разному можно играться с этим украшением. Вот это я вам похотела сегодня показать. Еще как бы обшиваем брошь пуговицу. Но уже совершенно другие варианты применения этому всему. А все началось с того, что я просто обшила. Хотела сделать парную такую брошь на пиджак осенний. Вот такую вот осеннюю красивую брошь, которую можно носить и как и по лету и как с одной стороны пиджака. Можно на сумку и можно под воротник. Одну под воротник, а одну, например, на плечо. Тоже очень красиво получится. Вот такая штучка. И еще я вам покажу, потому что видео короткое получается. Поэтому у меня есть время показать вам еще такой браслет богатый я сделала. Попались мне на глаза вот эти шапочки, известные всем. И я вспомнила, что Ирина Шайдова, вот так вытаскивала колечки прямо из этих шапочек. Что-то мне захотелось, что-то такого сделать. И получился вот такой браслет. Много-много бисера тут разного. Много всяких бусинок. Но мне, когда был только бисер, что-то не хватало. И вот я нашла у себя еще такие серые бусинки. И теперь можно взять, вот так закрепить этот браслет на руке. Вот смотрите, как красиво здесь вот эти лежат. И вот такой браслет богатый на руку получается. Можно его сделать из вот таких бусинок. Будет такой браслет вот к этим бусинкам. Что-нибудь подобрать такого цвета. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч. До новых идей. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные идеи. Написать комментарий. Поставить лайк. И подписаться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok